привет всем дорогие друзья добро пожаловать на канале mx fishing сегодня у нас будет опять форелевая рыбалка но не на пруду и на платнике она такой вот дикой речке ну форелевая рыбалка как бы только в наших представлениях потому что мы еще пока ничего не поймали и подготавливаемся речка такая интересная больше конечно похоже на головлинную зону но все равно пишут что тут есть форель и чем я удивился тоже что тут даже есть судак не знают полметра глубины но судака тоже написали гостевой карте которые мы взяли что здесь он обитает короче посмотрим что у нас получится сегодня василием вот будем рыбачить василия семья сидит с собой вот полазим вдвоем попробуем различные приманочки и все что у нас получится увидите в этом видео и и и и и А тут что-то совсем мелко, да? Травка. Интересная речка, конечно. Ой, какая мелочь, следом плывет, вообще на пол пальца. Вообще, ё-моё, кто это? Идёт рыба. Да вот эта рыба назвать как бы тяжело. Трава. Травища. У нас сегодня вот такие зрители. Да тихо ты, рыбу не пугай. Там ещё бурёнки чёрно-белые, молочные. Вот вам фермерство Германии, ребята. Коровки ходят, травку кушают. Итак, ребята, первая рыбка какая-то поймалась. На колебалочку. Головлик. Был. Был. Был маленький головлик, наверное, с ладошку. Но уже прикольно. Травы очень много. А у меня безбородые крючки. Вот он в травку сел и спрыгнул. Ну, хорошо, уже что-то есть. Главное, чтобы ловилось как бы, да. Мы нашли тут такой перекатик, потому что в основном такая умеренная тека получается. И много очень травы. Вот. И мелко. Поклёвок вообще не было. Сейчас нашли перекат. Такой более или менее. Со струей. С углублением. Ну, травы, опять же, немало. Вот. И первая посадка была. Но я его, к сожалению, слил. Посмотрим. Все будет дальше. Кстати, речка называется Нида. Вот. Недалеко от города Франкфурт. На земле Гессен. В Германии. Вот. Вася меня пригласил сегодня попробовать эту речку. Он тут недалеко живет. Сам тоже первый раз тут ловит. И мы сегодня делаем такой тестовый забег. Посмотреть, что тут вообще уводится. Да. Что тут ловится. Вот. Как я уже говорил. Типичная головлиная речка. Порелевая речка. Хотя тут понаписано. Рыбы, конечно, очень много. Сообществом. То есть тут и карп, и лень, и карась, и судак. Что было очень смешно, конечно. Что-то только не написано, короче, в составе этой речки. Вот. Ну, мы попробуем, попробуем. Головли уже видели. Это и источник. Подтверждение на маленькую колебашечку. Да дай ты мне рассказать, ё-моё. Тихо. Тихо. Я не умею по коровью разговаривать. Ну, что-то ей не нравится. Вот. Вот. Спасибо. Лайк тебе. Итак, ребята. Вот она первая наша рыбка. Один, как я уже говорил, сошёл. Сейчас вот такой вот ладошечник. Ладошечник. Ну, толстый капец. Отъеты. Жирненький. Ну, какое пузо у него. Сколько тут всякой, всячины. Вот. Поймался на Изабеллу от Мегабас. На оранжевоньку. Вот такая вот рыбёшенька. Вот. Сегодня я ловлю на Мегабас из Грейт Хантинг от 1 до 6 грамм. И подходящая к спиннингу колебалка. Мегабасы забыла. 2,2 грамма. Супер. Так, ребятушки. Очередной головлик. Немножко покрупней. Да, такой сантиметров 25. Красавчик. Посмотрите, какой. Вот это уже поинтересно. Конечно. Вот такой вот. Головлёнок. Да. Прикольно. Сейчас фоточку и отпустим. На Чирфу. 34 ФСР. Оранжевенький. Шпакнул. Супер. Еще один такой. Или тот же. Нет. Чуть покрупнее. Ну, куда ты в траву-то поймешь? Полез. Ще он теперь с ней делает с травой-то. Красавчик. Конечно. Красавчик. Идем я тебя приму. Вот так вот. Это покрупнее немножко. Тридцаточка, наверное. Ну, супер. А проглотил-то его выплюнул. В подсаке выплюнул. Молодец. Так и надо. Только в подсаке выплюнуть. Ну, по размеру, ребят. Щас я вам покажу. Вот такой спортивный. Тридцаток, наверное. Тридцать сантиметров. Огонь. Супер. На забросе только приманка упала. И он ее сразу сверху подобрал. Вот такой головленок. Хороший. Ничего себе. Да, тут у Васи уже что-то посерьезнее. Я только что отпустил своего. В том же месте. В том же месте еще один. Чпакнул. Так, я сейчас под тобой как-нибудь встану. Это да. Это уже килошка почти, наверное. Ну, супер. Это, да, это сорок пятка. Есть. Поздравляю. Давай лапу. Супер. Показывай. Ну, что поймал, как поймал. А, окей. На крэнк. Да, такой крэнк небольшой. Подоку не расцветочка. Да. Ну, супер. Спасибо. Сережке Байбакову. Мне его прислал. Ну, супер. Классненький такой. Вот. Вот. Такая головлятина. Огонь. Ну, это да. Сорок пятка, наверное. Почти кило. Супер. Сейчас пару фоточек. Будем дальше пробовать ловить. Уже укрупняемся. Это хорошо. Это уже лучше. Да. Это первый сегодня. Ну, первый сразу. Такой. Зачетный. Я там мелочи пока отлавливаюсь. Я ждал, ждал, ждал. Ну, у тебя и крэнк, наверное, какой? Сороковой. Наверное, сорок пятка. Да. Ребята, нашли вот такой тут ручеек впадает, короче. Вот. Откуда-то идет водичка. Смотрите, какой цвет. Что это такое может быть? Какие-то отложения, что ли? Прямо ярко-оранжево. Жесть какая-то. Эта вот штука вытекает. И вот в эту речушку впадает. Это вообще прям ярко-ярко-оранжево. Какая-то это химия. И пахнет как фосфором каким-то. Немножко тухлецой. Странно. Наверное, так защищает природу. Ну, вот у Васи пока у меня обеденный перерыв. У Васи поймал галавлика еще одного. Видели уже щечку небольшую в этой речушке. Но в основном белая. Белый хищник. Итак, ребята. Время у нас сейчас уже приближается к вечеру, я бы сказал. И пока что с утра самый хороший клев был. Вот. Получается несколько неплохих галавлей. У меня большее количество. У Василия качество. Самое крупное он, наверное, сегодня поймал. Примерно килограмм. Вот. Ну, сейчас вот с позднего утра до обеда, к сожалению, все затихло. Мелкие галавлики периодически пытаются скушать приманку. Слишком мелких галавлей вам, в принципе, и не показывают, что неинтересно. Ну, сейчас уже перешли на вертушки. Ушли в другое место. И пробуем дальше ловить. Сейчас попробую такую вот с черным лепесточком вертушечку. Мепсовскую оригинальную. Ну, пока что довольно слабенько. Погода пасмурная. Солнышка нету. Периодически выглядывало, но слабенько так. Может, из-за этого галавлю неинтересно. Ну, и мне кажется, уровень этой речки сейчас очень низкий. То есть дождей не было. Фактически было жарко очень долго. И, скорее всего, уровень очень сильно упал. Так что ищем, ищем активно крупную рыбу. А тут, друзья, у нас мы видим результат активного заселения бобра в Германии. То есть он у нас есть, но не во всех регионах его много. Начали лет, наверное, десять назад заселять бобра по всей Германии. Вот вам результат. Вот везде поваленные деревья. Бобрики трудятся. Мы продолжаем ловить. Но, к сожалению, пока ловится только небольшой галавлик. То есть такой с ладошкой, чуть больше, 200 грамм. Толкового нету. Как после обеда перестала ловиться крупная рыба. Так все и осталось. Мелочевка в основном ловится. Опа! Вот она. Это что такое? Это вообще что-то было. Личинка рыбья. Вот. Ну, в основном сейчас на блесни пришли. На блесенки. Помаленечку добавляем некрупную рыбку. И надеемся все-таки на предзакатом, когда солнышко начнется садиться уже, то, может, будет лучше. Ну, речка очень красивая, живописная. Нам понравилось, конечно, тут очень круто. Красиво. В парковке недалеко можно очень много ходить. Обрабатывать точки. Ну, кроме головля, как-то ничего не ловится. Видели маленькую щучку? Она отъела Васе силикон. На поклевке оборвала флору. Ну, и все как бы. Форелью даже не пахнет. Итак, дорогие друзья. На этом мы завершаем наш короткий видеоотчет. Такая была интересная сегодня рыбалочка. Речка, в принципе, ну, просто воняет рыбой. Можно называть это так. Но, к сожалению, кроме таких некрупных средних головлей, вот у Васи был всего один такой на килограмм. Больше нам не удалось поймать ничего практически. Да? Было какие-то там пара уклеек на вертушке, на колебалке. Ну, ничего серьезного. Форели вообще не видели. Хотя, в принципе, цель была сегодня проверить эту речку на наличие форели. Вот. Ну, вышло как вышло. Все равно было очень интересно. Тестовая рыбалка. Первый раз мы сегодня здесь были. Вот. В принципе, речка очень красивая и живописная. Иногда она так немножко за городом идет. Иногда заходит прямо в черту города. Вот. Ну, и мы заметили все-таки там, где людей поменьше, там ловится рыбка получше. Вот. Ну, на этом все, друзья. Давайте прощаться. Благодарю Вас всех за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Ну, а мы увидимся в новых видео.